Слово «Украина» впервые упоминается в 1187 году, когда численность Киева в пять раз превышала Париж и Лондон, а до основания Москвы ханом Мингу Тимуром оставалось еще около 100 лет. И третье. В Москве к Киевской Руси не имела никакого отношения, не являлась ее наследницей, не являлась ее приемницей. Слово «Россия» было украдено Петром I в 1721 году. После своего вояжа в Западную Европу он понял, что Московии нужен своеобразный ребрендинг и создал легенду, что Россия – это потомок Руси. Этот миф впоследствии и стал титульным листом истории РФ. На картах 19 века территория Украины стала обозначаться как Малороссия, Киевская губерния и так далее. Никаких украинцев не было никогда. Это были западные области Российской империи. В один и в этот момент вы исчезли из русской земли. Потому что у Украины нет. Есть русская земля и русское население. Вор всегда кричит громче всех «держи вора». Правда, такого вора, как Россия, еще нужно поискать. Они умудрились украсть даже государственные символы. Тот самый, так называемый, царский двуглавый орел. Те, кто помнит историю Софьи Палеолог, знают, она была из Византии, и именно оттуда на Русь пришел двуглавый орел. Очень спорное изречение, учитывая, что при жизни Софьи Палеолог двуглавый орел не использовался. А спустя какое-то время после ее смерти, московские бояре и священники начали использовать этот символ везде, пытаясь привязать себя к наследию Византии. Отсюда и легенда про Третий Рим и украденный Москвой патриархат всея Руси. Иону в 1448 году избрали митрополитом, из Константинополя перешло письмо «Как вы посмели». Похоже, что кроме понятия силы, а именно отобрать, украсть, заставить, они ни на что больше не способны. Московским царям не хватило ума даже себе флаг придумать. Голландец Давид Бутлер, который руководил строительством первого московского корабля «Орел», обратился к царю за разъяснением. Какой флаг устанавливать на корабль? Московиты задали встречный вопрос. А какой флаг имеет твоя родина, Бутлер? А Бутлер Николеблес назвал главные цвета флага своей родины, Голландии. Алексей Михайлович приказал выдать на изготовление флотского флага Московии ткани красного, белого и синего цветов. После этот триколор использовался в торговом флоте, а в годы Второй мировой войны был знаменем власовских войск. Потому что это бело-синий-красный, это опять флаг чей? И торговый флот, и власов. Ну, торговый флот, причем если торговый флот, мы с вами. Наверное, ни при чем, как и во многих других аспектах. Даже гимн, по утверждению многих музыкантов, был украден. Как известно, теперешний гимн России — это переработанный гимн партии большевиков.